Ночной Дозор Ну что, друзья, Ночной Дозор сегодня отправляется в свою первую командировку. Мы едем в город Пологи. Что это за город и что там будет происходить? Смотрите дальше. Поехали! ЗАПОРОЖЬЕ Это Пологовский Риджин. Итак, мы уже практически у цели. Что такое Пологий, Пологовский район? На самом деле еще много-много тысячелетий назад, а точнее в третьем-первом тысячелетии до нашей эры на этой территории были поселения древних людей. Потом прошли годы, столетия, века и ровно в 1837 году на этом самом месте появилось село Пологи. Ну а уже в 1938 году Пологи получают статус города. Что в этом городе есть и с чем этот город тусуется, мы узнаем немножко попозже. Едем дальше. Население города Пологи составляет порядка 25 тысяч человек. В этом городе около 11 предприятий и более 15 общеобразовательных и других заведений. Что сказать, Пологи знамениты не только своим депо, не только своим керамическим заводом, но и тем, что в этом городе родились и выросли, например, герои Советского Союза или человек, который помогал писать сценарий, к фильму «В бой идут одни старики», но речь, как известно, в «Ночном дозоре» пойдет не об этом. Девушка, а вы не подскажете, как нам проехать клубу «Додо»? Наверное, она просто бесчувственная, с каменным сердцем. Скажу словами своей супруги, по дороге к «Додо» ни один ежик не пострадал, хотя одного оленя на мотоцикле без габаритов мы чуть не зашибли. Ну что, впереди ветеринка, тем более, что нас здесь очень ждут. И я уверен, здесь сегодня будет по-настоящему, по-дозоровски. Поехали тусить! Чем сегодня будем удивлять? Хаос музыкой. Хаос музыка будет. Этот клуб интересен тем, что тут очень позитивная, именно настоящая клубная атмосфера. И люди, которые ходят в этот клуб, любят именно клубную музыку. И приезжая сюда, каждый раз я очень готовлюсь. Вика, скажи, ну, поскольку у вас особенные отношения, скажи, он как учитель жесткий? На самом деле, как учитель, у него педагогический подход. У него есть талант педагога? Да, да, конечно, у него особый талант. Наверное, за это я его и полюбила. Я думаю, что сегодня мы увидим все, чему ты научил. Будет бэк-тубэк сет? Да, мы играем бэк-тубэк специально. Миша, одинаковые наушники. Круто. Диджей Баксы, диджей Виктория Солт. Встретимся на танцполе. Ура! Диджей Виктория Солт. Нам приятно, что мы здесь. Расскажите, ваш клуб сколько существует? Нам полтора года. Мы открыли его в том году. Пришла такая дурная идея. Что заставляет вас двигаться вперед? Улыбки клиентов. Есть уже, даже в нашем маленьком городе, есть уже клаберы, есть культура, ночная жизнь есть, есть люди, которые уже немножко даже разбираются в направлениях музыки. И я рад, что в городе что-то появляется, что-то новое. Клаберы, тусите, отрывайтесь. Не забывайте, что ночной клуб Додо всегда откроет для вас двери и будем всегда рады вас видеть. Мы смотрим «Ночной дозор». Чтоб ты понял. Верите в любовь? Конечно. Когда человек любит, он должен предохраняться? Конечно. А чем? Мир без любви. Не бывает такого. Я нашел правильных девочек. В мире без любви. Не бывает так. Вы знаете, несмотря на то, что в стране происходит бардак, в сердцах и головах людей есть настоящая музыка. За это спасибо Додо и спасибо Пологи. Мы были с вами и с вами. Сегодня мой алкогольный хендмейд будет посвящен одному из самых популярных клубных коктейлей «Дядя Ваня». Только немножечко модернизированный. Лови алкогольный хендмейд. Привет, Серега. Привет. Ну, рады быть у вас в городе. Уверен, что у вас здесь так же, как и у нас в Запорожье, в каждом заведении существуют какие-то легендарные коктейли. Давай, открывай карту. То есть у нас есть легендарные коктейли, которые называются Иван Иванович. Я так догадываюсь, что он имеет что-то с родни коктейлю, который очень любит в Запорожье дядя Ваня. Да. Только он у нас чуть-чуть усовершенствованный. В него входит абсент. Так, давай посмотрим. Многие клаберы любят дядю Ваню в Запорожье. Оказывается, есть своя версия и в ДОДО. Итак, шот. Это шот. Да. Наливаем 15 грамм гринадина. Гринадин, как известно, это сиропчик. Сиропчик. Гранатовый. Да. Берем фреш-лимоны. Я уже понимаю, что, блин, повторять мне придется очень тяжело. Также туда входит водка. Красиво. И абсент. Вот почему он называется Иван Иванович, потому что мы добавляем сюда немножечко абсента. И, насколько я понимаю, Иван Иванович будет непросто дяде Иване, а Иван Иванович будет гореть. И поджигаем. Даем ему немножко прогреться. Затем гость его выпивает снизу вверх. Юра, я очень рад тому, что ты навсегда, когда начал работать в программе «Ночной дозор», навсегда завязался алкоголем, поэтому мне приходится брать на себя эту функцию. Дорогие мои зрители, настаиваю на том, что впереди праздники их будет очень много. Пожалуйста, берегите себя и берегите свою печень и свой организм. А если немножечко, да под музло, да под вечеринку, я думаю, можно. Гасить или прям туда пускай? Прям туда. Ну, держи микрофон тогда. И-ха! Вкусный Иван Иванович. Ну, так что, я смотрел твои передачи, ты как бы такой знаменитый, все умеешь. Слабо тебе повторить такой же коктейль здесь? Иван Иванович? Иван Иванович. Серега, скажу тебе честно, после того, как сейчас начинают на меня действовать то, что я попробовал, я думаю, ну не слабо, но постараюсь. Итак, держи микрофон, я попробую сделать то же самое. Начинаем? Начинаем. Гренадин. Самый безопасный ингредиент. Безалкогольный. Гренадин. 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 Сказать, что у меня получилось, это не сказать ничего. Это полная хрень, отсутствие профессионализма. Как бы на первый раз. Прощаешь меня, Серега? Прощаю. Думаю, в дальнейшем придет все с опытом. Я ссотлюсь, пока этот опыт не придет. Поджигаем. Коктейль Иван Иванович от Ночного Дозора. Я не знаю, можно ли тебе употреблять на рабочем месте, но мне бы, конечно, хотелось угостить тебя, как-то ли, Иван Иванович по-дозоровски. Да, да. Угощайся. Угощайся. Попробуем. Друзья, всегда помните, алкоголь в чрезмерных количествах вредит вашему организму. Не единожды я утверждал, что умение петь в караоке должно компенсироваться широтой и размахом души. Совсем скоро в караоке Барри Адали пройдет третья битва голосов в суперфинал. Итак, наш звездный автомобиль прибыл в одну из самых ярких точек города, поэтому давайте зайдем и глянем, как развлекаются запорожцы. Вперед! Я уверен, что здесь, как всегда, огромное количество веселых, а самое главное, пьющих, поющих людей. Мы узнаем сегодня у них музыкальные приоритеты и, возможно, даже сегодня споем оду нашему звездному гостю. Вперед! Предлагаю разогнаться чем-нибудь крепеньким, скажем так, то есть для старта. Последний вздох для начала, по-моему, неплохо. Не думайте о нас плохо, но коктейль «Последний вздох» для Андрея Хлавнуха и группы «Бомбокс». Итак, величайшему музыканту Харькова, Луцка, Львова, Запорожья и всея Украины посвящается. Ла-ла-ла-ла-ла По статистике в Запорожской области проживают около миллиона жителей. Из них обладают музыкальным слухом 2,4%, включая нашего мэра. А все остальные являются потенциальными посетителями запорожских караоке-баров, которых, кстати, в городе, по непроверенным данным, около 14. Итальянцы поют серенады. Французы во время сбора винограда, немцы отступая. А нашему, простому украинцу хочется и можется петь везде и всегда, включая караоке. Все это ночной дозор, будь рядышком. Вы будете готовить коктейли? Конечно. Один из них как называется? Оксана? Блю Курасао in the middle of the night. Еще раз. Ну, как говорил великий Аарева. Блю Курасао in the middle of the night. Она же самая голубая лагуна. Ночной дозор за традиционные отношения. Поэтому Блю Курасао мы посвящаем всем тем, 5% жителей нашего города, которые еще не определились. Окей. Сан-Франциско. Ну, что, друзья, ночной дозор получил признание и корону. Мы едем дальше. Ровно через неделю наш город погрузится в череду майских праздников. И только съемочная группа ночного дозора будет искать для тебя новые порции интересностей. Ищи нас, а главное себя в наших сюжетах, в социальных группах. На этом пока не все. Увидимся ровно через неделю. Твой ночной дозор. Пока.